Итак, вы видите, что Павел здесь апеллирует к некоторым из этих категорий. И не просто категории, а институтов прошлого, таких как закон, для того, чтобы понять, какой замысел Бог вершит в истории на современном этапе. Помните, что утверждал Иринея по поводу божественной педагогики? Божьи действия в отношении ветхозаветного народа были необходимы, чтобы сформировать категории, которые помогли бы уразуметь Евангелие и пришествие Христа. Полагаю, здесь мы наблюдаем то же самое. А именно в послании Павла к Галатам 3 и 4. Какой свет проливает данный отрывок на прогрессивное откровение? И сейчас мы возвращаемся к нашему вопросу о законниках детоводителя. Мне кажется, что новая версия здесь немного проигрывает. К сожалению, у меня с собой ее нет, но, по-моему, слова «Бог» в этом стихе нет вообще, правильно? В данном тексте Павел употребляет слово «педагог». Он апеллирует к современным ему культурным реалиям. А в его культуре, греко-римской культуре, человек мог быть сыном или дочерью исключительно состоятельного римлянина. При этом исключительно состоятельный римлянин мог позволить себе, например, иметь у себя исключительно умного грека. Раба, который бы занимался образованием ребенка своего господина. До тех пор, пока он не достигнет требуемых возраста и уровня образования, чтобы стать наследником родительского имения. Именовался этот раб в соответствии со своей функцией. Педагог, наставник, попечитель, если хотите, учитель. Так вот, Павел говорит, что таковой была функция закона. Согласно его учению, и совершенно понятно, что это лишь один аспект понятия закона, актуальный для предмета нашего обсуждения, Закон выполнял данную функцию в истории спасения, а именно готовил евреев к пришествию Христа и его крестной смерти. Само же пришествие Христа эту задачу снимало. И это проявление прерывности. Теперь, говоря в перспективе Христа, мы уже не говорим в перспективе закона. Это отвечает на ваш вопрос? Здесь используется очень красочная метафора, в том языке, который несколько размывается в международной версии. Вот почему так важно, чтобы в церкви был кто-то, кто владел бы греческим, древнееврейским и арамейским. Потому что перевод, как говорят итальянцы, это предательство, а переводчик-предатель. Так как в переводе всегда что-то упускается. Следовательно, знание библейских языков кем-либо из церкви очень предпочтительно. Им не исключительно приятно преподавать в учебном заведении, которое уделяет языкам немалое значение, поощряя к их изучению будущих преподавателей Божьего Слова. И это отличная иллюстрация моей мысли. А теперь к вопросу о том, что обетование превосходит закон. Обетование было дано прежде закона Моисеева. Обетование сохраняет свою силу, однако с законом кое-что происходит. Происходит нечто серьезное. До какой степени закон Моисеев сохраняет свою актуальность? Рассматривать этот вопрос мы сейчас не будем, так как ближе к концу наших занятий, ближе к концу семестра, мы к нему еще вернемся. А именно, какое место занимает закон, если занимает вообще христианской жизни? Просто пока примите этого внимания. Из нашего отрывка явствует, что ключевое понятие — это обетование. Вы обратили внимание на динамику исполнения обетования? Обетование Аврааму, а затем терминология наследства. Заметьте, у Бога есть план, замысел, когда наступит полнота времени. Причем это время не в значении хронос, не календарное время. Существуют такие понятия, как хроника, хронология, но это не то. Это время в значении кайрос. Это время грандиозной Божьей деятельности. В данном фрагменте видно отчетливое противопоставление двух понятий — раб и сын. При этом речь здесь не столько о сыне, сколько о сыновстве. Хиотесия. Данный термин употребляется для обозначения бывшего раба, усыновленного богатейшей греко-римской семьей. Благодаря пришествию Христа, благодаря пришествию Духа, мы получаем усыновление. Еврей ты или язычник, если ты веруешь в обетование Христа, ты становишься чадом Божиим. Слышите? Чадом Божиим. В четвертой главе наблюдается параллелизм. Бог послал Своего Сына, дабы мы обрели статус чад Божиих. А затем Бог послал Духа, дабы мы ощущали себя, чадами Божиими. И главное в этом ощущении, в этом переживании, это возможность своими устами изрекать слова Иисусовой молитвы. Такую глубину отношений дает не что иное, как обетование. И вера во Христа, в котором заключено это обетование. Используйте здесь также арамейское слово, которое представлено в греческом в виде транслитерации. С помощью букв греческого алфавита передается звучание этого арамейского слова. К шведской поп-группе это не имеет никакого отношения. Абба, или Авва. Мы находим его у Марка 14. Нечто невероятно значимое для ранней церкви. Слово настолько ключевое для передачи понятия сыновства, что его транслитерировали в греческом тексте Евангелия от Марка. На том же самом языке говорил Иисус в Гефсиманском саду в Марка 14. Об этом же самом Павел говорит в Римлянам 8. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авва Отче». И здесь, в Галатам, благодаря пришествию Духа, мы в определенном смысле, находясь во Христе, в новой земле обетованной, можем теперь обращаться к Отцу, языку Иисуса Христа. Вот насколько богато это наследство. Данный текст открывает нам поистине великие перспективы с точки зрения того, где все начинается и где заканчивается, в отношении нашего с вами пути, нашей с вами судьбы. Мы никто иные, как чадо Божие, участвующие в общении Отца с Сыном, благодаря чему и можем взывать Авва Отче. Суть не только в самом Слове. Отличительным признаком христианина является не столько читаем ли мы Библию, хотя это, разумеется, важно. Библию читают и неверующие с тем, чтобы ее критиковать. Сколько то, как вы молитесь. Насколько из ваших уст звучит Авва Отче? Вопрос. У меня вопрос относительно терминов «наследник», «чадо», «сын» и «рад». Сначала Павел рассуждает так. Когда наследник – ребенок, то, несмотря на то, что город принадлежит ему, он все еще под руководством раба. Но теперь Павел говорит «вы – сыны Божии». Вы хотите спросить, изменилось ли что-то? Да, что-то изменилось. Разумеется. Павел называет себя рабом Христовым. Означает ли это, что как наследник он уже, но еще не? Здесь сразу несколько моментов. Согласно греко-римскому закону, если твоим воспитанием занимается педагог, у тебя не больше прав, чем у раба. Америка, на удивление, детоцентричная страна. Однако Библия не такова. О детях здесь, если и говорится, то крайне мало. У ребенка прав было не больше, чем у раба-воспитателя, то есть педагога. До тех пор, пока ребенок не получит образование, и только тогда он становится полноправным наследником. Апостол Павел опирался именно на это, выражая свою точку зрения по поводу Евангелия. Так вот, функция закона в прошлом состояла в том, чтобы подготовить к этому Божий народ. В иных ситуациях он готов прибегнуть к другим образом себя, изъясняя Бога, его замысел и свою миссию, ссылаясь на различные концептуальные доказательства. Так, например, развивая тему смирения, апостол Павел называет себя рабом Христовым. Поэтому для правильного понимания важно обратиться к контексту и понять, какая мысль выражается с помощью данных языковых средств. Что же вполне очевидно, так это то, что в любом подобном классическом тексте Библии с таким широким охватом мы имеем дело не с периферийными аспектами откровения, а с ключевыми. Осознавая себя чадами Божиими, мы взываем «Авва Отче». Подобно тому, как в Римлянам 8, Павел касается темы будущего всего творения, осторожно ожидая откровения сынов и дочерей Божиих. Вот этот образ наследника. Ведь он говорит о наследнике ребенке, которому, по сути, все принадлежит, но который пока ни на что права не имеет. То есть, в общем, этим правом не пользуется. Да. Вот и мы, как сонаследники Христу, возможно, находимся в положении «уже, но еще не», так как наследство мы еще не видели. Мы возвращаемся к уже озвученному ранее вопросу об «уже, но еще нет». Да, так и есть. Ведь здесь до сих пор звучит термин «наследник». Общая перспектива новозаветных посланий Павла лучшее еще впереди. Если внимательно прочитать предложенный фрагмент Писания, то обращает на себя внимание вот какой момент. Павел сначала называет нас наследниками, потом детьми, а во Христе мы становимся сыновьями. В конце же отрывка апостол говорит «Теперь же вы не рабы, но сыны, а значит наследники». Получается, что Павел как бы меняет порядок. Это значимо? Полагаю, что это все тоже внутреннее противоречие между «уже, но еще не», на которое Павел уже неоднократно указывал. Вероятно, сейчас на этом стоит остановиться поподробнее, поскольку данная тема будет возникать еще не раз. Помните большую схему внизу? Внизу страницы. Страница со схемой номер один. Это отрезок, начинающийся сотворением и оканчивающийся новым творением. Позволю себе кратко к этому обратиться. С моим следующим соображением, вероятно, согласятся не все присутствующие. Классические диспенсационалисты уж точно вряд ли. Если же вы придерживаетесь богословия Завета или являетесь прогрессивным диспенсационалистом, то подобных трудностей у вас не возникнет. Итак, Бог сотворил небо и землю, бытие один-один, но мы движемся к новой земле и новому небу. Исайя 65-66, а также Откровения 21-22. Центральным моментом в этом движении является крест, точнее, пришествие и крестная смерть Христа, до Рождества Христова и после Него. Новозаветный взгляд, насколько его понимаю я, заключается в том, что наибольшее благословение грядущего века, наибольшее благословение наследства, которое нам обещано, у нас уже есть. Есть уже сейчас. Какие это благословения? Дарованный нам Святой Дух. Прощение грехов. Вечная жизнь. Оправдание. Принятие нас Богом. Уже сегодня оглашен вердикт последнего дня, и это великая благодать Божья. Ждать последнего суда нет необходимости, даром Божьим мы обладаем уже сейчас. Благословения нового неба и новой земли, века грядущего, доступны нам уже сегодня. В Ветхом Завете все это было лишь обетованием, лишь ожиданием, но многое из этого доступно нам в данный момент, благодаря тому, что Христос пришел, благодаря тому, что Он умер и воскрес, и Он послал нам Святого Духа, как драгоценный залог будущего, как первый плод грядущих благословений, к нам пришел Святой Дух. Поэтому кое-что из того, что понимается под уже, но еще не, доступно нам уже сегодня, в этой жизни. Данное понятие обозначается термином «Инаугурационная эсхатология». Мы находимся в процессе инаугурации. А это значит, что лучшее впереди. Известным исследователем Нового Завета, который глубоко изучил данную тему в прошлом веке, был Оскар Кулман. Именно он предложил одну знаменитую аналогию. Его труды выходили тогда, когда в памяти людей были еще свежи воспоминания о Второй мировой войне. Так вот, он говорил, что пришествие Христа очень похоже на день высадки союзных войск в Европе. В 1944 году войска союзников высадились в Нормандии, и это стало поворотным событием в войне. Решающая военная операция на территории Европы. На тот момент День Победы был пока лишь событием будущего. Лучшее было впереди. Итак, проводя такую аналогию, Кулман говорил, что на контакте, на кресте произошла решающая схватка с дьяволом и злом. Однако полная победа еще впереди. Зло в этом мире еще сохраняется, но лишь на какое-то время. Определенные благословения, как результат уже свершившегося поворотного события, нам доступны. Безоговорочная же победа будет в контексте новой земли и нового неба. Это и есть инаугурационная эсхатология. Таково значение данного термина. Итак, вот две вещи, которые было необходимо отметить, касаемо рассматриваемого текста. Что значит «уже», но еще «не»? И в чем внутреннее противоречие данной фразы? Согласно классическому диспенсационализму, настоящее время это еще не эпоха царствования Христа. Я правильно понимаю? Да, в классическом диспенсационализме Христос рассматривается как царь из колена Давидова, восседающий на своем престоле во время тысячелетнего царства. Мы же живем в эпоху церкви. А то, что Бог обещал Израилю, в данной парадигме видится делом будущего. Либо Божий народ, как евреи, так и язычники, верующие во Христа, будет восхищен с земли до начала семилетней великой скорби, в ее середине или конце, по этому поводу у богословов имеются определенные разногласия, а затем наступит тысячелетнее царство. Это классический взгляд. Согласно же прогрессивистам, Христос в данный момент восседает на престоле Давидовом на небесах. Потому мы уже сейчас можем испытывать связанные с этим определенные благословения. Напомню, это позиция прогрессивных диспенсационалистов. Иначе говоря, они в некотором смысле восприняли концепцию инаугурационной эсхатологии. В чем, в понимании классических диспенсационалистов, заключается действие Святого Духа? Дух Святой в данной диспенсации действует четким образом в том смысле, что Он объединяет нас в тело Христово, чего не было в Ветхом Завете и чего не будет у евреев в тысячелетнем царстве. Поэтому понятие крещения Духом представляет собой феномен эпохи Церкви согласно этому подходу. Образовательный ресурс видеосеминарии ТВС — это Ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, Вы можете найти на сайте Ну что же, теперь давайте вернемся к нашим вопросам и посмотрим, можно ли здесь что-нибудь добавить. На основательных изучениях мы не претендуем, но тем не менее, я надеюсь, хотя бы поверхностно эти темы осветить. Основная мысль данного текста заключается в том, что мы наследники по обетованию, а не по закону, по упованию на полученное обетование, олицетворенное Христом, Его пришествием и крестной смертью. Несколько заключительных замечаний по этому поводу, и я отвечу на Ваши вопросы. Обратите особое внимание на структуру исполнения обетования. Эсхатологию в широком смысле этого слова, как развертывание Божьего замысла. Заметьте, что сначала было дано обетование, и лишь потом закон. Для Павла это крайне важно. Подобно тому, как в Римлянам 4, тот факт, что Авраам имел веру в необрезание, прежде чем законом стал познаваться грех, исключительно важен для аргументации в пользу веры, противовес закону и делам закона. Обратите внимание на то, что у Бога есть план. Христос — это кульминация Израиля. Увидьте здесь историю спасения, историю искупления. Ее акценты. И это не теоретические, концептуальные выкладки. Это исторические события. Это Божья роль в жизни Авраама, Израиля, Иисуса и Церкви. Еще вопросы по данной теме есть? Скажите, как с понятиями обетования и закона было связано пришествие Иисуса Христа? Он пришел, чтобы исполнить обетование, или чтобы исполнить закон? Пришел ли Христос для того, чтобы исполнить обетование, обетование, данное Аврааму? Или же Он пришел, чтобы исполнить закон? Первое или второе? Или и первое, и второе? Считаю, что и то, и другое. Обетование в нем заключено. Эту мысль отстаивает Павел. Иисус, то самое семя, о чем Аврааму было дано обетование, в Бытие 15. И вместе с тем, не здесь, а уже в других текстах, например, в римлянам, Павел утверждает, что Христос — это телос, либо цель назначения закона, ибо закон всегда указывал на него, либо же Он конец закона, то есть тот, с пришествием которого действие закона прекращается. Поэтому я ответил бы на ваш вопрос так, и то, и другое. В нем исполняется и обетование, и закон. Для того, чтобы представить, к чему мы должны прийти в конце, я имею в виду в конце семестра, скажу следующее. По-моему, если мы во Христе, а быть во Христе в Новом Завете, это примерно то же самое, что быть в земле обетованной в Ветхом Завете. Итак, если мы во Христе, то уже не живем под законом, как таковым. Значит ли это, что можно делать что угодно? Отнюдь. Ибо теперь закон понимается не как некий самостоятельный объект, а совокупность заповедей, данных в Ветхом Завете, и подчеркиваемых в Новом. Однако одно дело быть под законом, как совокупностью заповедей, о чем ясно написано в 1 Коринфянам 7, и совсем иное быть под Моисеевым законом, хотя в чем-то они перекликаются. Так, чтобы исполнить закон Христов, мы не должны убивать людей сегодня в современных нам условиях. Или, например, не прелюбодействовать, иначе говоря, эти заповеди, данные Моисею, сохраняют свою силу, однако они звучат в новом контексте. Даны они, и соблюдать их следует не для того, чтобы иметь отношение с Богом, а для того, чтобы вести себя правильно, надлежащим образом, в рамках уже существующих отношений. Отношения с Богом требуют исполнения заповедей. Мы еще коснемся данной темы ближе к концу курса. А пока еще одно заключительное замечание, если позволите. Оно, как мне кажется, поможет нам лучше разобраться в вопросах преемственности и прерывности. Исследование посланий Павла позволяет наглядно увидеть, что в них он подчеркивает практически все заповеди, за исключением одной. Какую из десяти заповедей Павел оставляет без внимания? В субботу. Светите день субботний. Кстати, в Римлянам 14 он говорит, кто различает дни, для Господа различает. Вероятно, время были иудействующие христиане. И кто не различает дни, возможно, это христиане из язычников, для Господа не различает. Судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну. Однако на субботе Павел акцент не делает. Почему? Вот как вижу это я. Данная заповедь логична и обоснована, если люди физически находятся в земле обетованной. В соответствии с таким режимом можно организовать общество. Если же вы во Христе, данная заповедь как бы проецируется на будущее. Так что покой, о котором говорится в заповеди о субботе, становится для народа Божьего делом перспективы, будущего. Такая точка зрения поддерживается посланием к евреям, главами 3 и 4. Субботний покой – это то, во что ты входишь по вере, а не в соответствии с недельным графиком. Преемственность и прерывность. Ну что ж, друзья, на этом на сегодня все. На следующем занятии мы приступим к теме царства. Продолжение следует... Продолжение следует...